Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сегодня 6 мая, солнечный весенний денек, по-настоящему тепло и огородные работы в разгаре. Но еще одно очень важное дело тоже приходится делать. Дело в том, что остатки овощей, которые хранились в погребке в гараже, были сюда привезены. И вот сейчас, пользуясь хорошей погодкой, решили произвести сортировку овощей, подвести итоги зимнего потребления и переправить все эти запасы уже в погреб, который имеется на участке. Вот с той стороны участка, там где подсобное помещение, там есть и земляной погреб, он тоже довольно хороший. И вот, чтобы это все хранилось и дальше, поскольку новый урожай картошки, например, будет только в июле, да и морковку тоже можно подкапывать только в эту пору со свеклой, то все это еще вполне пригодится. И вот сейчас посмотрим, в каком состоянии овощи. Во-первых, можно сделать следующий вывод. По количеству запасов овощей практически получилось все в норме. Вот сколько осталось, не очень много, то есть как раз излишков практически здесь не будет больших. Расходовали все всю зиму и очевидно, что всех овощей хватит и излишков нет. То есть более или менее посевы были сделаны нормально. Исходя из этих расчетов, планируем посевную, чтобы не было слишком много, но и чтобы всего хватило до нового урожая. Теперь посмотрим, в каком состоянии овощи. Вот это морковка. Очень много морковки пустили на сок. Делали сок даже еще и зимой. И вот сейчас осталось морковке около одного ведра. Состояние корнеплодов очень хорошее. Вот видно, как сильно морковка обрезалась. Некоторые зрители сомневались, что так морковка будет храниться хорошо. И вот как раз обрезанная вот именно так морковка хранится без проблем. Вот только одна единственная морковочка чуть-чуть подпортилась. И то корнеплод целый, вот на кончике только он испорчен. Это потому, что я заделал лопаткой при копке. Остальная морковка вся хорошая. Ничуть не проросла. Оставим сколько нужно, переложим в холодильник. А остальное будет отправлено в погреб. Свекла. К свекле вообще никаких претензий. Ни одного испорченного корнеплода. Причем и свекла цилиндра, и свекла пабла сохранились. Ну, я считаю, просто идеально. Ну, есть какие-то мелкие вот такие вот следы какой-то плесени. Но корнеплоды крепкие, никаких вопросов. Даже мягких нет. Это очень хорошо. Единственное, что все-таки может быть чуть-чуть свеклы многовато. Ну, хотя еще времени впереди много. До нового урожая будем свеклу кушать активно. И может быть все и израсходуем. В крайнем случае, можно будет поделиться с друзьями и родственниками. Вот это пастернака корневая петрушка. Вот почему-то в этом сезоне их расходовали не очень активно. Сохранились они хорошо. И вроде бы расходовали мы их регулярно. Но все равно вот столько осталось. Ну, эта беда небольшая. Я думаю, используем. Вот два только более или менее подозрительных корнеплода. Посмотрим, обрежем. Может быть еще и неплохие. Редька зеленая маргелланская. Очень вкусная редька. И хранится замечательно. Вот видно, никаких проблем с корнеплодами нет. В холодильнике еще, по-моему, штуки три. И черная редька парочка еще осталась в холодильнике. А вот эти две штучки будут отправлены в погреб. Вот это брюква. Брюква осталось довольно много. Ну и расходуем мы ее очень активно. То есть, брюква получаются замечательные блюда. И салат очень вкусный. И в других блюдах ее можно использовать. Это близкая родственница капусты. И использовать ее можно примерно так же. Пару брюковок отправим в холодильник. Остальная пойдет в погреб. И осталось еще просмотреть картошку. Всего три ведра картошки вот здесь осталось. Это сорт Тулеевский. Ну вот эти три ведра будут отправлены в погреб на хранение для дальнейшего использования. После рассмотрения видно, что картошка сохранилась практически идеально. И крупные корнеплоды вообще никаких признаков повреждений. Ни одной порченной картошки. И мелкие тоже выглядят очень хорошо. Ни мягкие, ни проросшие. Никаких вопросов. Ну погребок в гараже у меня достаточно прохладный. Поэтому там хранить овощи довольно удобно. И вот три ведра картошки. Их вполне хватит до нового урожая. Хранились все овощи вот в таких мешках. Которые не завязываю. Примерно по ведру мешок размещаю овощи и отправляю в погреб. И там они лежат. Какой можно подвести итог? В целом овощи сохранились хорошо. Количество овощей нормальное. То есть ни больше ни меньше практически не нужно. Поэтому сеять будем сейчас. Именно исходя из этих соображений. Ну может быть чуть-чуть побольше посадим картошки. Поскольку лишней она никогда не бывает. Ну а морковки и всего остального я думаю будет посеяно столько же сколько и в прошлом сезоне. В целом сохранностью овощей можно считать что я доволен. Чего я пожелаю всем огородникам. Чтобы разные культуры у них не только давали хорошее урожае. Но и чтобы и хранились хорошо. В идеале их должно хватать до нового урожая. Всем хорошей погоды. Удачных посевных работ. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok